который дарует наставление для того, чтобы дживы имели возможность прийти в духовные знания. Точно так же Парихшик Макараджа, он спрашивает вопросы для блага всех джив этого материального мира. И почему все дживы, они так страдают в материальном мире? Потому что они забыли о Кришне, находятся в забывении. Все дживы, они испытывают духи. Духи означают, они несчастные. Каким же образом обрести суки, счастье? Шишакадевга с вами, отвечая на этот вопрос, произнес эту штуку. О Парихшит, он обратился. Если ты хочешь обрести бесстрашие, будь апхаем, ты должен принять прибежище Кришны и совершать шраванам, киртанам и сморанам. Ты должен так же слушать, что является шраванам, воспевать святые имена киртанам и памятовать о Кришне и сморанам. В бакте Расунта Сирки, Широпа Госвами, объясняет шесть видов существующих бакте. Еще так же, что такое девять составляющих бакте, начиная с шраванам, киртанам, сморанам, падасеванам, банданам, дася, сахатам, неведомым. Широпа Госвами из шесть четырех качеств выделил бакте, он выделил девять, а затем он выделил пять, которые являются еще более важными. Вы можете исследовать, что является самым важным составляющим принципами бакте. Это садусанга, намасан киртанам, бхагаваташраванам, матхура васа и шратха мурти сэвэ. Эти пять составляющих бакте, которые мы должны исследовать, из четырех составляющих девять, Широпа Госвами объяснил, шраванам, киртанам, падасеванам и так далее. Из них также пять, которые являются более важными. В саду санги воспевать светлое имя, слушать шраванам бхагаваташраванам, находиться в одних из святых местах и с большой любовью поклоняться, как уже в своем сердце. И поэтому шраванам, киртанам и смаранам из всех, почему киртан находится между шраванам и смаранам? Потому что киртан, он дарует могущество для шраванам и также дарует могущество для смаранам. Почему же киртан является таким могущественным процессом, как, например, если вы совершаете аник? И если вы, например, совершаете аник, в медитации находитесь, очень трудно сосредоточиться. Но когда вы повторяете, слыша звук своего голоса, вы можете быть более сосредоточены. И поэтому, если вы совершаете шраванам, слушаетесь, поэтому приходит очень большой трансцендентный вкус к воспеванию святого имени. И когда вы совершаете шраванам, вы спите святое имя, приходит медитация с маранам, автоматически приходит. Поэтому люди, многие говорят, что смаранам очень, очень трудно совершать. Но на самом деле это не так. Дается пример. Например, если кто-то скажет, что забраться на гору очень трудно, что это означает? Потому что это не говорит о том, что гора – это самая трудностяженная точка, которая находится в мире. Точно так же здесь объясняется Хари, Хари, Ишвара, Шри-Бхагаван. Люди, они поклоняются Господу в трех видах. Ишвар, Хари и Шри-Бхагаван. Ишваре означает Ишвар, Ишваре. Тот, кто поклоняется Кришне в настроении Рага-Бхакти, он поклоняется форме Шри-Бхагаван, которая означает Шри-Кришна, Шри-Матери-Тхарани, Его Вечные Спутники. А тот, кто следует увидев Марго. Прежде говорилось о том, что Шри-Бхагаван и Шри-Бхагаван и Шри-Бхагаван и Шри-Бхагаван, и у него большое желание обрести Мокшу, они все должны участвовать в Намасан-Киртане. А тот, кто желает обрести Пряма-Бхакти, он должен постоянно воспевать Святого Имя. Почему? Потому что воспевание Святого Имя является самой возвышенной саданой, которая может исполнить все духовные желания. Кришне, для воспевания Святого Имя не нужно никаких правил прописания, например, время, не имеет большого значения. В любое время вы можете воспевать. И также нет разницы, в каком месте вы находите. В любом месте, в любой стране можно повторять Святые Имя. Атра, а далее. Поэтому нет никаких правил. Или кто-то там, какая-то национальность, например, как только те, которые живут в Индии, они могут воспевать Святой. Нет, но все, кто живет во Вселенной, в этом материальном мире. Они могут воспевать Святые Имя. Мусульмане имеет значение. Вы знаете историю, связанную с одним мусульманином. Он однажды пошел в лес. И для того, чтобы исправить нужду, он увидел дикого кабана, который направлялся к нему. И он хорам, хорам закричал. И в тот момент он обрел освобождение. Хотя, на самом деле, он не сказал, не воспевал Святого Имя. Но он сказал это слово, которое очень, слог этого слова указывает на Харикришну Мухаммаду. То есть, находясь в таком состоянии, когда он произнес, пришли вишнодуты за ним. Аджамил, как Аджамил, он обратился к ему собственному сыну, но он произнес Нарайана. И вы знаете, что произошло далее. То, что самая возвышенная садана является Харинаму Сан-Киртанам. Поэтому это не говорится, он не только принадлежен для обустойных душ этого материального мира, но также для Мухтапу Руши, которые также воспевают Святые Имена. Вы знаете пример Харидаса Кур, он является Намагачарием. А в Шичатане Махапрабу, он также воспевал Святые Имена Харикришну Махамантру. И поэтому в Шичатане Махапрабу, сам Кришна, который пришел в настроение Чистого Преданного, он воспевал Святые Имена Махамантру. Поэтому, как, например, кто громко воспевает Святые Имена, он еще более получает благо, как Харидаса Кур. Он воспевал три Лаха Харинаму, а один Лах он воспевал громко, второй не громко, а третий он воспевал мысленно, про себя. И когда он воспевал очень громко, он так громко произносил Святые Имена. И даже кто окружающие находились, они все знали, ой, это Харидас, Кур воспевает Святые Имена. И поэтому кто-то обратился к нему однажды, нужно воспевать очень тихо Святое Имя. Шихаридаса Кур сказал, а вот мы воспеваем Святые Имена, и можем обрести освобождение, но животные не в состоянии. Поэтому, если вы громко воспеваете, то тогда все окружающие также обретают неподвижные предметы. они все, и так же, когда вы громко воспеваете, в тысячу раз вы больше обретаете духовного результата. Например, если кто-то собирает деньги, или зарабатывает деньги, для того, чтобы поддерживать свою жизнь, это очень хорошо. А если тот, кто зарабатывает деньги, для того, чтобы заботиться о семье, он, оно тот, кто воспевает Святое Имя, тихонечко, как бы, то есть в первом случае, тот, кто зарабатывает деньги для себя, во втором, тот, кто зарабатывает деньги и поддерживает семью. То есть так же, когда вы тихо, про себя воспеваете Святое Имя, это вы делаете для себя. Но если вы воспеваете громко, то тогда вы делаете так же благо для всех окружающих. И это более возвышенное, возвышенное воспевание Святого Имени. Поэтому Парикшит, Парикшит Мухараджи когда узнал, что у него всего лишь семь дней, Ишукадев Госвами далее сказал, как мы уже слышали эту историю, как таким образом, как бы, что когда Ваше Святое имя дает гарантию, что Парикшит Мухараджу, что в течение семи дней он обязательно придет духовное благо. А сейчас Пуджипад, Шейдар Мухарадж, он просит Анитая, чтобы он рассказал историю «Парикшит Мухараджи» «Парикшит Мухараджи» «Парикшит Мухараджи» «Прежде всего, я хотел бы предложить» «Парикшит Мухараджи» «Парикшит Мухараджи» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как же это я могу Ведь я же не могу с собой ниточки взять с собой Разве ты не можешь Ниточку даже с собой взять Зачем тебе всё это великолепие Богатство, которые окружают тебя И он сразу же обрел духовную реализацию Если мы пытаемся То, что мы пытаемся собирать Мы не можем взять это С собой То, что мы можем взять с собой, когда мы ставим этот материальный мир, это Бхагават Бхакти. Это была очень важная информация. И тогда этот царь немедленным образом принял лотосные стопы этого святого и полностью принял его убежище. И тогда святой сказал ему, он увидел, что наконец-то уже царь может воспринимать духовное знание. И он ему даровал духовное знание, сказал, на самом деле ты не через 7 дней, а ты в течение 7 дней оставишь этот мир. Потому что на самом деле мы все, я сказал тебе, не после 7 дней ты оставишь этот мир, а в течение этих 7 дней. И он сказал, он хорошо, я очень счастлив, что я обрел духовное знание и что я в состоянии совершать теперь Бхакти. И таким образом решение его проблемы было решено. ПО-последствием. ПО-последствия. 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 В результате. Продолжение следует... 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 Как обычно, он всегда осторожил, чтобы там животные не приходили на грядки. И он только вышел туда, а дети его окружили, и уже он забыл о Багавадгите. Продолжение следует... 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 Поэтому вы пришли сюда, чтобы совершать бхаджин, и она сказала, поэтому я обрела свою голову для того, чтобы совершать бхаджин, для того, чтобы сохранить бхаджин и совершать бхаджин Господу. И она сказала, что есть два вида обезьяны, двуногие и четырехногие. Поэтому, если вы пришли сюда, лишь только целью совершать бхакти Господу, и не развивайте никакие желания материальные в сердце. Почему? Потому что, если у вас появляется материальное желание, вы не будете в состоянии находиться во бхаджин. Кто на самом деле является истинным жителем Вриндавана, кому Шиматиад Харани позволит, кто-то, кто пришел совершать чистый бхаджин, а если тот, кто приходит для того, чтобы заниматься бесписанными вещами, то Шиматиад Харани очень быстро сделает так, что он не сможет находиться во Вриндаване. Каким образом бхакти нужно совершать в югтовой раги? Для того, чтобы поддерживать тело, нужно принять столько, сколько необходимо, и в таком настроении совершать бхаджин. Песня, 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 Песня. Песня, 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 Песня. Песня, Песня, Песня. Как вы знаете, деревья плодоносят, вода в реке также имеется. И если вы, например, опустите, если опустите монетку, она упадет, вы даже со стороны можете видеть ее. Поэтому, и так же, это очень легко, то, что очень легко доступно для совершения бхаджина, вы должны принять. Почему бхаджи прекрасные, прекрасные цветы, и эти, и озера чистой воды и так далее. Сам Господь, Он дает все необходимое для того, как в Аврадже здесь имеется в виду, в духовном. Все так же, как в Ашнаве, если находятся в настроении смирения, они, можно видимо сказать, что они одеты очень просто и питаются, может быть, не совсем изысканной пищей. И поэтому многие могут спросить, ну что же тебе Господь за это дает, что почему ты так выглядишь, и почему ты так живешь, что же это за служение Господу. Поэтому тот, кто видит, если видит, что внешне кажется, что Ашнав, может быть, он выглядит очень печальным, и он очень смиренный, и кто-то посмотрит, и он покажется, ему может показаться, что он испытывает какие-то проблемы, и он несчастен. Но на самом деле внешне в Ашнах он выглядит, может быть, расстроенным, и очень испытывая разлуку, а внутри он испытывает необыкновенное блаженство и счастье. Как наши шестерок с вами, что они имели, одну Камандалу и лишь только Копин, и Доры Копин. И каждую ночь они проводили под разными деревьями, как Гургиша Дасбавиши Махараш. Как он однажды, он также иногда он совершал, просто сидя в лодке, и это было его, в этом месте он совершал свой бажен. Иногда под деревом и в различных местах. И поэтому кто-то спросил Гургиша Бабаджи Махараджа, кто-то пришел и сказал ему, дал ему один рупий. И тогда Бабаджи Махарадж, когда он получил этот один рупий, А почему? И вот этой ночью он не мог уснуть. И он вернул его. И он сказал, что из этого рубля я не мог всю ночь спать. Почему? И почему? Потому что такое богатство оказалось у меня в руках. И он отдал этот рубль обратно. И он взял свое рваное одеяло, укрылся, совершая хорин. И затем, как шестерогасвами, они с Кавартхани, иногда на Радакунде, иногда на Шьямакунде, они взывали настроение невыносимой разлуки, звали у Радва, у Кришна, к Деве. И внешне кажется, что они в своем смирении, они очень смирены и одеты очень просто. И может быть даже они выглядят печальными. Но на самом деле, все проблемы, которые приходят, это все, кажется, это лишь только внешне, но внутри, на уровне ума и сердца, они испытывают парамасукру, то есть состояние блаженства в служении Господу. Что-то общение с ним. И даже полубоги, они не в состоянии распознать истинную природу Вайшнава. А что говорить уже об условных душах этого мира? Поэтому, если вы внешне судите Вайшнава, то вы никогда не сможете понять, кто такой Вайшнава. Как, например... Как Горкишнадазбабаджи Махараджи, внешне, иногда он брал горы, а не та и опускал их в воду. И если кто-то... И он их иногда оставлял там, на некоторое время. И также Горкишнадазбабаджи Махараджи, когда видели его, казалось, что он совершенно безумен. Но, как, например, только лишь тот, у кого в действительности обладает духовным видением, он может... Горкишнадазбабаджи Махараджи и Джаганадазбабаджи Махараджи сказали, что их поведение, оно совсем как бы не соответствовало общепринятым правилам. И вот в этом Баджане объясняется, что иногда даже если на меня будут бросать песок и считать, что я и камни, что я совершенно безумный. Почему? Потому что внешне... Внешне это лишь... Внешне это просто для того, чтобы... Как вот он здесь подчеркивает, для того, чтобы... Обмануть других в каком смысле? Для того, как Садо... Он для чего приходит в семью Грихасха, Грихасха, что собирает Бикшину? Какой целью, истинной целью он мотивирует? Вашнал, когда приходит собирать пожертвования в семью Грихасха, для чего? Для того, чтобы увеличить лишь только даровать милость для совершения Бакти, помочь. И то, что они дают для служения Господу, таким образом, они будут обретать Бакти-Сокрити. И когда их Бакти-Сокрити созреют, они смогут встать серьезно на путь Бакти. И таким образом Вашнал, он помогает. Помогает. С такой целью он уйдет в дома Грихасха, собирает пожертвования. Лишь только... Не только для того, чтобы собирать... И то, что он собирает... В этот момент он дарует возможность увеличить Сокрити, те, которые дают пожертвования, и то, что они дают, используют в служении Господу. Самым наилучшим образом. Поэтому Кшилагруда, он часто говорил, очень хрикатху здесь. Как Вашнал идет из деревни к деревне, к двери к двери. Совершает пожертвования. Но иногда он приходил к таким жадным, которые ничего не давали. А вместо этого они еще оскорбляли. Каждый день приходишь, собираешь пожертвования. Зачем ты пришел? И с оскорблением. И вот он... И Кшилагруда рассказывал эту историю. И святой пришел в дом одной женщины, которая была очень жадной. Она все время ругала этого святого. Что почему ты приходишь? И однажды, когда он пришел, в этот момент она мыла что-то полы. Полы, то есть вот с помощью навоза, навозом она покрывала. И использовала специальную такую тряпочку для этого. И когда она увидела этого святого, она так разозлилась, увидев его. И она бросила, это бросила, вот эту тряпочку, которая была перепачкана грязью и навозом. И она бросила ее в этого святого. И тогда святой ей сказал, о, никогда она мне ничего не подавала, но сегодня, наконец-то, она предложила мне. И он был очень доволен. Он вернулся. И что он сделал? Он взял это, то, что она бросила в него, это он пришел в Емону, омыл этот, постирал этот кусочек ткани. И затем он, как обычно, совершал аратитакурджи. И вот то, что он постирал вот от этой женщины, он решил использовать, и он сделал из нее фитилечек такой, который вставляют, когда предлагают огонь. И когда он это сделал, в этот момент, с женщиной произошло чудо, она начала, она побеспокоилась, ой, он приходил для меня, чтобы освободить меня. И я ему никогда ничего, эту я грязную тряпку бросила в него. Завтра, когда он придет, я попрошу у него прощения и дам что-то ему пожертвование. Я буду служить ему. В следующий раз, когда, в следующий день, когда этот баба пришел, она обратилась к нему. О, баба, баба, пожалуйста, введи в мой дом. Он так удивился и подумал, раньше она меня оскорбляла, разумеется, сейчас она меня приглашает. Он вошел. И она сказала ему, я вчера совершила большую ошибку, пожалуйста, прости меня. по этой причине святой он идет от дома к дому, от двери к двери, лишь только для блага семейных. И все, что они дают, жертвуют, он использует для служения Тааккорджи. Если это не используется таким образом, то тогда в следующей жизни вы тот, кто пожертвования, которые дают, используют для себя, вы в следующей жизни родитесь быком или еще кем-то животным. Однажды святой, который понимал язык животных, однажды он проходил и увидел группу коров, которые стояли. И они разговаривали между собой. И один спросил, спросила одна, сколько ты уже долго находишься в доме хозяина. А другая корова ответила, что в прошлой жизни я взяла деньги и не вернула. И поэтому в этой жизни я пришла как корова в этот дом. И поэтому, когда я выплачу свой долг, тогда я обрету более возвышенное положение. Цель, а вы присвоите у себя. Это является большим грехом. Один саду, который совершал парикраму каждый день, и он увидел, кого-то на дороге спросил. Он увидел привидение, потому что святой мог видеть привидение. И он обратился, что ты здесь делаешь? Он сказал, что в прошлой жизни я в прошлой жизни собирал пожертвования, не использовал дохаригуру ваишнава. А сейчас я страдаю вот в этом теле привидения. И тогда этот святой освободил этого. Каким образом? Он совершил ягью, пригласил преданных, которые совершали киртан и многое другое. И таким образом, по их милости, он освободился. Комилосе святого. Академия. Академия. Поэтому тот, кто желает пересечь этот океан материального существования. Поэтому кто находится на постели, умирая, и все, что в материальном мире, живо обретает, на самом деле, к чему все это идет, к тому, что вы обретете в тот момент, когда вы будете оставлять этот мир. Поэтому вот это учение заключается в том, что вы должны пить нектар Харикадхи. Шравана, каким образом вы должны пить этот нектар, который проникает через ваши уши? Вы знаете, что у нас значение? Уши для чего? Вы видите форму ушей. Они подобны таким чашечкам, небольшим антеннам. И поэтому, кто заинтересован, с большой любовью слушает Харикадху, они могут использовать уши по назначению. Поэтому этими чашечками этих ушей вы должны пить, пить этот нектар, злойчайший нектар Харикадхи, который проникает через ваши уши в сердце. И поэтому, если вы будете пить этот нектар, который будет струиться через ваши уши в сердце, и там, в вашем сердце, вы должны хранить, наполняя сердце, вы должны хранить. Вы должны заполнить сосуд вашего сердца полностью Харикадхой. Точно так же, как, например, кто жаждает, кто жаждает и испытывает сильную жажду, как он пьет воду для того, чтобы утолить свою жажду. Точно так же вы должны слушать Харикадху. И в таком настроении жажды, сильной лобки, духовной жажды, вы будете слушать Харикадху, который будет наполнять ваше сердце этим нектаром. И поэтому в таком настроении вы должны слушать Харикадху. И о прекрасных деяниях Кришны в детских лилах, какие лилы он совершал в Раджагопе, в их домах, как он нафлоровал масло. И так же, как Кришна, он сладчайшим образом показывает свое поведение, свои качества и свою прекрасную красоту этих сладчайших лил. Вы должны пить подобное нектаро. И так же вы должны слушать Харикадху от сад Пуруши, от саду истинного овощного. Как Наруджи, Ханумануджи и далее. Как в Раджагопе, друзья Кришны. Все эти сладчайшие лилы связаны с личными спотниками Кришны. И как точно так же, когда вы слушаете качество чистого преданного, у вас появится сильное желание так же совершать Баржан, как чистый преданный. И это будет вдохновением для вашего сердца. Как Шихаридас Тахор, как он совершал Баржан. Три лака Кринама каждый день. И хотя его били на 22 базарных площадях, он не остановил свое восплывание святого имени. И вот в таком особом настроении, уважении, почтении, слушая эти сладчайшие лилы, в дешевых спутников вы будете испытывать сильное желание обрисовать тоже эти качества. О Господи, Он настолько милостивый. Все, что приходит в жизнь преданного, Он не должен думать о том, что это является препятствием для его бахти. Он должен считать, что, О Господи, все, что Ты посылаешь для меня, я на самом деле настолько греховен. И поэтому то, что приходит ко мне, это лишь только маленькая часть, что Ты милостива, что милостива я могу обрести в этой жизни по Твоей милости. Поэтому Господь никогда не дает больше, чем мы можем выдержать на нашем духовном пути. И поэтому, согласно карме, иногда приходит в нашу жизнь. И поэтому то, что счастье и несчастье, которое Вы испытываете в этой жизни, И потому, и когда... Когда и то сердце, которое переполнено материальными желаниями, в таком настроении, как Джей Пачи Дармахарач объясняет, все невежество, темнота Вашего сердца, что является материальными желаниями, и это все исчезнет, и Вы обретете эту амриту, амриту — это нектар Харикадхи, который заполнит Ваше сердце. Поэтому, если Вы хотите обрести истинное счастье, Вы должны слушать Харикадху, прославляющую Господу, под руководством Хари Гуру Ваше. И лишь слушая, Вы сможете таким образом обрести вечный покой и миротворение. Харикришна. Харикришна. Идя, иди, иди. Конечно, контакт. Я не знаю, что это очень интересно, потому что он поделился в конце, он встает, но он не переводит просто, а потом выкручивается, если он очень нестабильный переводит. У него такое постоянство, что переводит и переводит, и он будет в ручку на переводе. Он научит, научит, и не даст, и он научит. Когда он так получается, неинтересно, когда слушает элланд, он должен ждать еще сколько времени. Я не знаю даже, что с вами. Вот этот другой, он очень стабильно переводит. Ну, не любит переводить. Я к тебе обращаюсь. Да, это да, я слышу. Нет, почему ты слышишь? Мне даже не это самое. Я пью, я пью, я сейчас обращу помощь.